Как странно устроен человек. Мы постоянно твердим, поскорее лето, ведь тогда можно одно, второе, третье. Живем четырьмя-пятью теплыми месяцами, не задумываясь о том, что наслаждаться нужно не только в теплые деньки. Всем привет! С тобой сегодня я, Камиля Харисова, и это Универ Ньюз. Ученые КФУ против опасных бактерий. В лабораториях университета продолжается работа над созданием лекарственных препаратов нового поколения. Стань учителем и ты! В КФУ разработали новую программу переподготовки бакалавров. В лабораториях КФУ продолжается усердная работа над созданием лекарственных препаратов нового поколения. Очередной проект, получивший грант Российского фонда фундаментальных исследований, совместная разработка научных коллективов Института фундаментальной медицины и биологии и Института физики Казанского университета. Подробности в нашем следующем сюжете. Золотистый стафилококк – опасный возбудитель инфекции, который передается человеку воздушно-капельным или контактным путем. Крайне нежелательный гость для организма является возбудителем около 120 различных заболеваний. Гены бактерий постоянно мутируют, и поэтому они приобрели заметную устойчивость к своему главному врагу – антибиотикам. С коварным недугом активно борются сотрудники открытой лаборатории КФУ «Структурная биология», где они изучают рюбосому клетки золотистого стафилокока. Глобальная цель проекта – научиться управлять белоксинтезирующим аппаратом микроорганизма, регулировать жизнедеятельность клеток бактерий, при этом не трогая клетки человеческого организма. Исследование, да, фундаментальное, но в далекой перспективе это, возможно, выход на фармпроизводство, то есть подбор каких-то новых лекарственных препаратов, которые будут работать против патогенов, против тех систем, против которых сейчас нет лекарственных препаратов. Подобный подход в изучении рюбосомы можно использовать и на других клетках. Так, в перспективе ученые планируют использовать метод в терапии рака и лечении наследственных заболеваний. Есть схожие исследования в области терапии рака, когда у нас есть определенные клетки раковые, у которых есть свои отличия в процессе синтеза белка, и зная эти отличия на молекулярном уровне, можно блокировать эти механизмы и таким образом разрабатывать противораковые препараты. Стоит отметить, что проведение этих значимых исследований стало возможным благодаря современным лабораториям Казанского университета. Возможно, именно в этих стенах будут сделаны открытия, которые навсегда изменят современную медицину. Диана Авакян, Ленарда Влетьяров, Универньюс. Чтобы стать учителем, раньше нужно было пройти четырехлетний курс обучения, но благодаря разработке новой программы КФУ, стать учителем теперь может почти каждый. Как это сделать, ты узнаешь в следующем сюжете. Впервые в России, а если быть конкретнее, в Казанском федеральном планируется создание новой модели в педагогическом образовании. Это старт программы переподготовки бакалавров, чтобы на выходе студент получил, например, не только диплом бакалавра математики, но и удостоверение учителя-предметника. Практически каждый день собираемся с творческой группой и разрабатываем разнообразные траектории подготовки. То есть эти траектории уже складываются в такой вот веер маршрутов, возможностей, стратегий параллельного обучения. Кто-то на четвертом курсе будет проходить переподготовку, кто-то на первом курсе. Теперь каждый институт, разрабатывая основную образовательную программу по педагогическому направлению подготовки, может смело написать соответствующий ему профиль подготовки, например, учитель физики, учитель математики и так далее. То есть данная модель представляет собой некий образовательный маршрут, где предполагается, что студент, обучающийся по своей программе бакалавриата, после окончания второго или третьего курса может включиться в процесс обучения по модулю педагогической подготовки. На курсах профессиональной переподготовки будет составлено расписание, так чтобы они посещали аудиторные занятия, которые предусмотрены учебным планом бакалавров и могли, допустим, в 3 часа, в 4 часа вечера проходить еще и переподготовку. То есть слушать лекции, практика ориентированного типа. То есть мы разрабатываем такие вот модули, которые будут обеспечивать погружение в учительскую профессию. Помимо этих изменений будет создана волонтерская основа педагогической подготовки. То есть каждый студент, поступивший на обучение бакалавриата по направлению педагогическое образование, становится ассистентом учителя в школе. То есть мы проанализировали все западные варианты университетов Германии, Франции, Великобритании, Соединенных Штатов Америки. Там действительно самый широкий спектр траекторий. Вот одна из траекторий связана с тем, чтобы студент действительно прикрепился к учителю-новатору. Старт первой программы переподготовки студентов четвертого курса планируется на 1 сентября 2016 года. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюз. Как всегда, по традиции, команда Универ Ньюз подготовила для тебя подборку самых ярких новостей Рунета. В эфире рубрика Веб Ньюз. Казань присоединяется к всероссийской акции свеча памяти. С 2 до 4 часов ночи состоится траурное шествие со свечами от Вечного огня парка имени Горького к Вечному огню парка Поведы. Ученые КФО совершают прорыв современных методов статистического анализа данных. Проходит третий этап экологической акции по очистке водоемов в Республике Татарстан. Уборка дна и прибрежная зона озера Комсомольская в Дербышках. В Казани торжественно закрывается сезон студенческого спорта. В нынешнем учебном году в соревнованиях, проводимых под эгидой молодежной организации «Буревестник», приняли участие почти 6 тысяч человек. Юные казанцы получили в КФО урок лидерства от топового шеф-кондитера. За 5 насыщенных дней в проект школы лидерства КФО школьники прошли обучение по программе самосовершенствования. Московские дизайнеры нарисовали комиксы по сказкам Тукая. Дизайнеры представили проект комиксам по сказкам великого татарского поэта Габдулу Тыкая в Водяная и Шеврале. Наверное, не зря говорят, что старый друг лучше новых двух. Так считают и выпускники Елабужского института КФУ. А почему? Ты узнаешь далее. В Елабужском институте КФУ прошел праздник для выпускников ВУЗа. Ежегодно это мероприятие собирает тех, кому дорога память о проведенных здесь студенческих годах. Наша 135-я группа встречаемся каждые пятилетку. Девчонки не изменились, все жизнью довольны. Впечатления от института через 40 лет, я вам скажу. Знаете, как будто у меня не прошло 40 лет, как будто я снова 18 лет и снова студентка Емьяза. Я очень благодарна своим девушкам от того, что мы до сих пор действительно поддерживаем. Учились когда мы. Мы очень были дружны. Мы всегда была взаимоподдержка, взаимовыручка. Не только в сессию, но и каждодневная. И вот это чувство мы пронесли по всю пору. И сейчас встречаясь, конечно, мы называем себя не Альфья Музиповна, не Клара Георгиевна, а мы называем Клара, Алька. Но настолько мы близки. Действительно говорят, что студенческие годы – это что-то. Вчерашние студенты приезжают сюда со всех концов страны, чтобы снова пройтись по легендарной лестнице, прикоснуться к перилам, пройтись по коридорам, предаться воспоминаниям юности и выразить благодарность своим преподавателям, чье наставничество открывало им дорогу в жизнь. Мы встретились с бывшими нашими сокурсниками, чтобы вспомнить нашу молодость, как мы тут учились. Конечно, вспомнить наших любимых преподавателей – Кельвулина Мансурова из Рахмановича, Миронова Николая Петровича, Капустину Татьяну Васильевну. Здесь нас и всех остальных. Ну, всем здоровья. Мы очень рады встрече. По традиции гостей ожидала концертная программа, подготовленная нынешними студентами. Они порадовали собравшись вокальными и танцевальными номерами. Здесь же их приветствовали первые лица института. Это действительно праздник, потому что сегодня праздник встречи, потому что сегодня праздник воспоминаний, потому что сегодня праздник, наверное, такой определенной энергетики, которая поможет вам еще в течение следующего года жить, стремиться, совершать подвиги, для того, чтобы вновь встретиться, увидеть добрые и милые лица, вспомнить прошлое, помечтать о будущем. После окончания официальной части праздника гости не спешили расходиться и с неохотой прощались друг с другом, торжественно обещая встретиться здесь же на следующий год. Анастасия Иванова, Екатерина Сайбель, Денис Сипайлов, Универ Ньюз. Началось прекрасное лето. Мир и спокойствие в природе, прохлада озер, костры и песни. Кто знает, может быть и мимолетная любовь. С вами были Универ Ньюз. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!